ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вот такое необычное и очень современное начало пьесы Александра Островского, написанной им в 1876 году, представили на суд зрителей артисты Донецкого музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна. В рамках международного театрального фестиваля на родине Чехова, который проходит в Таганроге, они привезли спектакль «Наливные яблоки». Мы привезли, наверное, один из лучших наших спектаклей. Он очень хорошо принимался и нашим донецким зрителям, и также замечательно его принимали зрители большой России. Вот в частности мы с этим спектаклем побывали и в Ханты-Мансийском автономном округе, мы побывали в Санкт-Петербурге. Везде прием одинаково хороший. Мне кажется, что и жители Таганрога должны этот спектакль полюбить. Комедию, которую сам автор назвал «Правда хорошо, а счастье лучше», Александр Островский написал к бенефису своего друга, актера Николая Музеля. Это житейская комедия, в которой Островский рассказал нам веселую, смешную, местами сентиментальную и мудрую историю о яблоневом саде, правде и счастье. Режиссер спектакля Сергей Бобровский смог наполнить пьесу современным содержанием. Вы знаете, вот такой есть почерк, наверное, уже нашего коллектива. Мы классические произведения все-таки делаем по-своему, но мы не смещаем акцентов, мы идем по тексту, мы не делаем больших купюр, но, тем не менее, мы стараемся сделать так, чтобы классическое произведение звучало немножечко по-современнее, немножечко по-новому. И вы знаете, как показывает практика, очень много молодежи у нас в зрительном зале всегда. И наш зритель, вот здесь я могу с гордостью сказать, наш зритель с каждым годом становится все моложе и моложе. В репертуаре Донецкого театра спектакль «Наливные яблоки» существует уже три года. Он пополнил большую коллекцию не менее интересных постановок. 60 спектаклей таким обширным репертуаром сможет похвастать не каждый театр. А вот Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени Бравуна может. И это несмотря на то, что сегодня труппа театра лишена возможности давать спектакли на собственной сцене. Здание театра пострадало от обстрела украинскими войсками, а актеры и руководство театра приняли решение не подвергать зрителей риску. И выступления на Донецкой сцене приостановили. При этом полностью сохранив весь свой творческий потенциал. Донецкие люди, они такие очень крепкие, очень стойкие. Несмотря на то, что мы занимаемся культурой и искусством, но все равно мы понимаем, что нужно поддерживать своего зрителя, нужно сохранять свой театр, сохранять свой коллектив. Вот в репертуаре нашего театра было порядка 60 названий. Вот сейчас мы стараемся сохранить, мы поддерживаем жителей республики, играем в тыловых городах. Мы даем очень много концертов, в том числе и благотворительных, и по госпиталям, и на передовой мы поддерживаем наших защитников. И мы очень много гастролируем по большой России. Вот таким вот образом мы продолжаем сохранять и поддерживать свой репертуар. А репетируем мы у себя в помещении театра, несмотря на то, что нас все равно обстреливают. И это очень и очень небезопасно. Тагановские зрители с большим восторгом встретили выступления артистов Донецкого театра. А нашего зрителя, как известно, не обмануть. Он очень тонко чувствует действительно хорошие и очень крепкие постановки. А сам театральный фестиваль подходит к своему финалу. Все его участники получили дипломы, памятные знаки и смогли оставить о себе самые теплые воспоминания. Продолжение следует...